О правах ребенка, их соблюдении и несоблюдении на заседании правительства рассказала Татьяна Океанская, которая занимает пост детского муцмена в регионе. Проблемы у детей возникают, как правило, из-за семейного неблагополучия, сверхзанятости или, наоборот, безработицы родителей, распада семьи, бедности в семье. Часто к уполномоченным обращаются женщины, оказавшиеся в кризисной ситуации. Без мужа, без работы и без крыши над головой. Единственное, что им могут предложить на данный момент – отдать ребенка в детский дом. В регионе необходим кризисный центр с возможностью для временного проживания матерей с детьми, лишившимися жилья, ставших жертвами насилия и оказавшимися в трудной жизненной ситуации, где бы они могли получить квалифицированную юридическую, психологическую помощь, помощь в оформлении каких-то необходимых документов, трудоустройстве, а также в поиске съемного жилья. Другая форма помощи ориентирована на школы и уже работает в регионе с 2012 года. Это так называемые службы примирения, которые придуманы для того, чтобы снижать уровень агрессивности в школьной среде. В одной связке с этой проблемой борются школы, суды и комиссия по делам несовершеннолетних. С 1 сентября 2014 года на базе образовательных организаций в городе Иваново создан 8 пилотных площадок по внедрению примирительных технологий. И в каждом муниципалитете теперь определена образовательная организация как пилот по внедрению школьной медиации. Самый существенный и действительно важный опыт накоплен сейчас по примирению примирительных процедур в Тейковском районе, а именно в городском округе Тейково. В особом внимании нуждаются дети, бежавшие со своими родителями из Украины. В сентябре 160 юных переселенцев пошли в Ивановские сады, школы и вузы. К зиме ждут новую партию беженцев. И пока насущная проблема для всех одна – это теплая одежда. Сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы приобрести верхнюю теплую одежду для детей, которые пострадали. Есть благотворители, которые откликнулись. Павел Коньков дал поручение комплексу внутренней политики и соцсферы, а также главу муниципалитетов разработать механизм мониторинга дворовых площадок. Детские городки есть практически у каждого дома, однако их безопасность никто не отслеживает. Нам надо свой механизм этого действия разрабатывать и претворять жизнь, потому что какие-то локальные проверки, конечно, есть, какой-то контроль локальный есть, но основная часть, я уверен, этих площадок сегодня без контроля. В целом доклад уполномоченного получился информативным, но не слишком инициативным. Конкретных предложений губернатору могло быть и больше. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.